Марина сегодня проснулась раньше обычного, решила встать и приготовить сынишке его любимые блинчики с малиновым джемом. Как только блины оказались на столе, как сын вышел из комнаты и прошел в ванну. Зайдя на кухню и увидев свои любимые блинчики, Антон сразу приступил к завтраку. Позавтракав, сын спросил у мам, сегодня такая погода хорошая, может, сходим погуляем. Я с удовольствием на велосипеде покатаюсь. Мама только улыбнулась. Беги, одевайся. Сначала зайдем к Марье Ивановне. Она попросила помочь ей вынести мусор. Хорошо, мамочка. Марина с Антоном спустились на первый этаж. Девушка позвонила в дверь к бабушке. Марья Ивановна открыла с улыбкой на лице. В руках она держала небольшой пакет с мусором. Здравствуй, Мариша. Может, зайдете ко мне, посидим, чай попьем, спросила бабушка. Обязательно к вам забежим, только на обратном пути. Антон хочет на велосипеде в парке покататься. Хорошо, буду вас ждать, протягивая пакет с мусором, произнесла Марья Ивановна. К вашему приходу испеку ваши любимые пирожки с капустой. Марине стало неудобно. Отдыхайте лучше, а по дороге домой мы купим торт и посидим с ним, чай попьем. В вашем торте ничего нет полезного. Одни консерванты. Лучше домашних пирожков и нет ничего. Решено, пеку пироги. Марина с улыбкой попрощалась с бабушкой и с сыном вышли на улицу. Девушка медленно шла по аллее, впереди нее на велосипеде ехал Антон. Время пролетело незаметно и Марина с Антоном направились в сторону дома. Марина катила рядом с собой трехколесный велосипед. Как внезапно услышала шипение возле заднего колеса велосипеда. «Мам, это что, змея?» — произнес сынок. «Антон, откуда у нас здесь змеи?» — после слов мамы послышалось более угрожающее шипение. Мама остановилась, оглянулась назад и заметила, что шипела кошка. Ее хвост попал под заднее колесо. Сынок подошел к кошке и сказал. «Мам, это не змея, это кошка». Мама только засмеялась от таких слов. Кошка сидела недовольная на тротуаре и сильно била хвостом. Мама обошла велосипед и хотела взять маленькую красавицу на руки. Сначала она хотела зашипеть, но после того, как Марина ее погладила, кошка передумала шипеть и разрешила взять себя на руки. Так и шли домой. Сын катил свой велосипед, а мама в руках несла кошку. Зайдя в подъезд, Марина спохватилась, «Ой, мы же обещали Марии Ивановне в гости зайти». Девушка постучала в дверь. Мария Ивановна сразу же открыла дверь. «Проходите, у меня как раз пирожки готовы». Затем взгляд бабушки остановился на кошке. «Это вы мне, подружку, принесли? А то кроме вас у меня никого нет больше. Только вы меня, старуху, и радуете. Да и помогаете. Теперь у меня будет о ком заботиться», — произнесла Мария Ивановна. На глазах бабушки проступили слезы, и она осторожно протянула руки. Марина отдала кошку. Как только рыжая красавица оказалась на руках у бабушки, так сразу замурчала. И Мария Ивановна вытерла слезы. «Она мурчит, потому что я ей нравлюсь». «Правда, не веря», — произнесла бабушка. Марина обняла бабушку и сказала, «Конечно, она выбрала вас своей хозяйкой. С нами она только шипела и кусалась. Ой, а что это мы тут стоим? Проходите, чайку попьем, да и красавицу надо покормить. Где-то в холодильнике у меня молоко было». С этими словами Мария Ивановна направилась за молоком. Вечер пролетел незаметно. Пирожки были очень вкусные. Бабушка хотела завернуть пироги с собой, но Марина отказалась. Мария Ивановна назвала кошку Агатой. Вечером бабушка брала Агату и вместе с Мариной и Антоном ходили на прогулку. При появлении кошки Мария Ивановна стала чаще улыбаться, и всегда с ней рядом находилась ее верная подруга Агата. «Правда ведь милая история?» Заходите в наш профиль, у нас много интересных случаев. Ставьте лайки и пишите свои комментарии. Подписывайтесь на наш канал.